здравствуйте друзья в этом обзоре снова поговорим на тему бесперебойного питания маломощных устройств которых в умном доме очень много мы рассмотрим блок питания с регулируемым выходным напряжением 5 9 и 12 вольт встроенным аккумулятором и функция источника бесперебойного питания сравнительно с устройством по которой рассказывал в предыдущем обзоре кто не видел ссылка в описании это более бюджетная версия с меньшей емкостью однако более чем достаточная для очень многих устройств традиционно перед тем как мы начнем попрошу вас подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше и поставить лайк этому видео чтобы его могли найти как можно больше людей модель du2s25 тип аккумуляторов литий-ионные заявленная емкость 18 с половиной ватт-часов условно говоря нагрузка мощностью 18 с половиной ватт должна проработать 1 час напряжение для подключения внешнего аккумулятора 74 вольта входное напряжение от 100 до 240 вольт выходное напряжение переключаемая 5 9 или 12 вольт максимальный ток нагрузки 2 ампера для 5 вольт 1 ампер для 9 и 12 вольт разъем на выходе 5 5 на 2 и 1 миллиметра длина кабеля 118 сантиметров размер 95 на 55 на 42 миллиметра поставляется устройство в небольшой синей коробке с фотографией тут изображена модель с плоской вилкой названием и перечнем характеристик как видите я заказал сразу две штуки но не исключаю что приобрету еще парочку так как что запитать от них всегда найдется коробки нашелся блок питания в противоударном культе и небольшая инструкция в которой не нашел ничего особенно полезного от момента заказа до получения прошло 4 недели с учетом того что на этот период пришелся новый год внешне устройство выглядит как довольно крупный блок питания при заказе убедитесь что выбран правильный тип вилки в моем случае это евро корпус пластиковый клеенный поэтому я решил его не разбирать чтобы не ломать но сделаю пару нагрузочных тестов которые покажут на что он способен на одной из сторон указаны параметры про которые уже рассказал и расположен переключатель аккумулятора если он отключен то устройство работает как обычный блок питания при включении отображается уровень заряда в виде трех светодиодов где каждый соответствует примерно 33 процентам с другой стороны находится переключатель выходного напряжения их напомню 359 и 12 вольт все самые ходовые для маломощных устройств типа роутеров модемов айпи камер светильников и так далее на ней же но с другого краю находится разъем для подключения дополнительного внешнего аккумулятора что позволит увеличить емкость и соответственно длительность бесперебойной работы напряжение на этом разъеме соответствует паре соединенных последовательно литий-ионных аккумуляторов напомню что стандартное их напряжение принято считать как 3 7 вольта в реальности она зависит от заряда у полностью заряженного примерно 4 2 вольта соответственно при необходимости подключения внешней батареи она должна тоже на выходе иметь такое же напряжение на выходе тут применен один из наиболее распространенных разъемов 5 5 на 2 1 миллиметра который подходит к очень многим устройствам без применения каких-либо переходников но для получения полной свободы выбора я вместе с блоками питания заказал и набор переходников под самые разные типоразмеры ссылку на них вы также найдете в описании под видео пришли они в один день и даже в одной посылке комплекте их 10 штук сумме с штатными разъемами получается 11 вариантов штекеров на все случаи жизни к слову говоря заказал я и переходники на юсб си так как есть планах установить эти бесперебойники на мои сетевые zigbee координаторы zigstar но на момент съемки видео они еще не приехали ссылку тоже оставил в описании конструкция всех переходников одинаково с одной стороны входной разъем 5 5 на 2 1 миллиметров который подключается разъем блока питания с другой типа размер другого формата вот например экран google хаб который запитан при помощи одного из переходников и героя обзора несмотря на то что равно блок питания у него рассчитан на 14 вольт он прекрасно работает и от 12 на момент съемки этого фото кстати электрика отключена таком режиме часов с погодой экран разряжает блок питания на одно деление почти за два часа давайте подробнее разберемся как работает это устройство как я и сказал это блок питания с регулируемым напряжениями встроенным аккумулятором аккумулятор включается при помощи переключателя на корпусе в режиме зарядки крайний светодиод горит красным включаем и аккумулятор начинает заряжаться при отключенном переключатели зарядка не идет аккумулятор заряжается потребление около 6 ватт отключаем потребление нет включаем обратно пошла зарядка. Если при включенном аккумуляторе крайний светодиод гаснет, значит аккумулятор полностью заряжен. Попробуем с нагрузкой, сейчас аккумулятор отключен. Включаю в розетку, устройство работает в режиме обычного блока питания. Если внешнее питание отключается, нагрузка тоже. Включаем аккумулятор. Теперь лента работает автономно. По небольшому изменению яркости ленты видно, когда она работает от сети, а когда от аккумулятора. Я проведу два теста и в этом мне поможет специальная электронная нагрузка, ссылку на нее вы тоже найдете в описании под видео. Она фиксирует ток разряда, в данном случае это 1 ампер, он отображается на нижнем экране. На верхнем поочередно отображается напряжение на блоке питания и значение в амперчасах и ваттчасах. Я выбрал режим 9 вольт, на старте по факту даже немного больше. Мощность при этом соответственно 9 ватт. Через некоторое время, как видим блок питания уже отдал чуть более 2 ватт часов, напряжение просело ниже 9 вольт. Также снизилась и мощность, ток электронная нагрузка стабилизирует. Следующая контрольная точка. Как видим, сейчас блок питания отдал чуть менее 5 ватт часов энергии, однако напряжение просело более чем на 1 вольт от начального, соответственно снизилась и мощность. Если бы вместо электронной нагрузки был светильник, то яркость бы заметно упала. Следующая отметка 6 ватт часов. Напряжение и вместе с ними мощность продолжают падать, уже менее 8 вольт. Уже на этом этапе можно сделать вывод, что на максимальном заявленном токе в 1 ампер для напряжения 9 вольт, блоку питания откровенно тяжело. Что тут говорить о 2 амперах для 5 или 1 амперии для 12 вольт. Объем отданной энергии приближается к 9 ватт часам, а напряжение упало уже ниже 6 вольт. Однако, забегая вперед, скажу, что на меньших мощностях ситуация совсем другая, поэтому не спешите ставить крест на этом бесперебойнике. Бесперебойник отключился, все лампочки погасли. При стабилизированном токе нагрузки в 1 ампер и режиме 9 вольт, устройство отдало чуть более 9 ватт часов. Это менее половины от заявленного 18,5 ватт часов. Хотя она и заявлена для стандартного напряжения 3,7 вольта, все равно 50 процентов потеря это очень много. Следующий тест я проведу на токе в 0,4 ампера в режиме 12 вольт. С учетом реального выходного напряжения в 12,48 вольта, это практически ровно 5 ватт. Большинство бытовых роутеров IP камер потребляют как раз в этих пределах. Устройство типа шлюузов, в лавланг координаторов и тому подобное намного меньше. Первая контрольная точка на 2,5 ватт часах. Просадки по напряжению нет вообще, как было 12,48 так и осталось. Мощность стабильная 5 ватт. На экране нагрузки уже более 6,5 ватт часов. Напряжение на выходе просело всего лишь на 0,01 вольта. Как видим, на такой нагрузке устройство чувствует себя гораздо увереннее. Ничего не изменилось и на 8 ватт часах, напряжение 12,47 вольта, мощность 5 ватт. Никаких претензий к блоку питания. Он начал сдавать позиции еще на 0,01 вольта только после прохождения отметки в 10 ватт часов, что кстати больше суммарного показания при предыдущем тесте. Это нормально, так как замер уровня заряда осуществляется по напряжению, а на такой нагрузке оно падает гораздо медленнее и плавнее. Последнее перед отключением контрольная точка на значение в более чем 11 ватт часов. Напряжение по сравнению с первоначальным упало всего лишь на 0,03 вольта, так что можно говорить о том, что мощность осталась та же 5 ватт. Результат 11,22 ватт часа. Намного лучше предыдущего теста, однако если говорить о заявленной емкости 18,5 ватт часов это лишь 60 процентов. Напомню, что такой показатель для бесперебойника из моего прошлого обзора составлял 86 процентов. Заявленные параметры явно завышены. Впечатления от устройства двоякие. К плюсам стоит отнести удобство использования, так как это и блок питания и бесперебойник в одном корпусе. Доступны все самые популярные напряжения 5, 9 и 12 вольт. Используется распространенный разъем, который во многих случаях можно применять без переходника, с которыми также нет проблем. Можно приобрести набор на все случаи жизни. Минусы. Завышенная емкость в 5000 мАч, что должно составлять 18,5 ватт часов. Если бы результат теста составил хотя бы 80 процентов от нее, еще как-то можно было списать на низкий КПД преобразователя, но не 60 процентов. На максимальном заявленном токе в 1 ампер, причем не на самом высоком из доступных напряжений в 9 вольт, наблюдается сильная просадка напряжения и фактическая емкость менее 50 процентов от заявленной. Не хватает USB выхода. В принципе, за эту стоимость вполне неплохо и достаточно для поддержания работы многих маломощных устройств в течении нескольких часов. Но стоило бы указать более реальные параметры. Емкость где-то на 12 ватт часов и мощность порядка 5 ватт. Я заказал себе еще парочку таких блоков, так как у меня есть где их применить, даже с учетом всего вышесказанного. Маломощных устройств, которые хотелось бы гарантированно запитать, у меня хватает. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые видео, подписывайтесь на мой канал и включайте уведомления о премьерах. В описании под видео вы найдете ссылку на все устройства и переходники показанные в обзоре, а также на мой телеграм-канал и группу общения по вопросам умного дома. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok